На часах 11 утра в школе заканчивается третий урок. В это время на улице уже собираются представители школ и детских садов со всего Ленинского района. Они будут наблюдать за эвакуацией. В назначенное время занятие вместо звонка прерывает объявление по громкой связи. Учебная тревога. За партами в это время более девяти сотен учеников под руководством преподавателей. Дети выходят на улицу. Времени забрать из раздевалки свою одежду нет. Портфели тоже оставляют в классах. Можно и нужно взять только самое необходимое. Вот так происходит эвакуация. Организована парами ученики выходят из класса. У каждого с собой дневник. Покажи, пожалуйста. Дневник для того, чтобы можно было определить личность учащегося. Сейчас все выходят из школьного двора прямо на улицу. Пункт назначения – ближайшая детская площадка. На ней взрослые дети в безопасности. После того, как школу покидает ее руководство, в дело вступают правоохранители. Учебную бомбу проверяет кинолог со специально обученной собакой. Это последний пункт в сценарии учений. Пока школьники возвращаются за парты, сотрудники экстренных служб анализируют действия педагогов. Замечания есть. Некорректное распределение эвакуационных потоков внутри здания, в результате чего образовалось столпотворение перед эвакуационными выходами внутри здания. Один момент. И второй момент – это неправильное распределение эвакуационных потоков уже снаружи здания, на территории, что выход учитывался через одни ворота. И опять же, перед центральным входом столпилось большое количество учеников и преподавателей. Итоги учебной тревоги подводят в актовом зале. На зрительских местах – те, кто отвечает за безопасность в образовательных учреждениях Ленинского района от каждого один или два человека. Учения в районе проводятся регулярно. Последняя неучебная тревога объявлялась несколько лет назад во всей области. Объявили, что в девятой школе, только непонятно в какой девятой школе была заложена бомба. Это был под самый Новый год. И вот тогда мы экстренно все в мороз эвакуировались, но сделали это четко. Четко эвакуация прошла и на этот раз. Ученики и преподаватели вместе с библиотекарями, сотрудниками столовой и руководством школы были на улице меньше, чем через пять минут после тревожного сигнала. И вот так происходит эвакуация. Эвакуация организована парами. Ученики выходят из класса. У каждого с собой дневник. Покажи, пожалуйста. Дневник для того, чтобы можно было определить личность учащегося. Сейчас все выходят из школьного двора прямо на улицу.